Лагерь славных древних воинов из двенадцати колен собрался в долине Эла. И какой-то шоумен, хоть собрались не в театре, разыграть решил вдруг роль. Все испуганы ним были и солдаты, и король. Покрывая всех позором, тот кичился своим богом, вызывая с ним сразиться, но ответ не получал. В чем причина? Нет там смелых, наделенных даром сил? Рост его почти три метра, выйдешь и копай могилу. Так с восходом и закатом выходил как на работу, опорочить, обесславить, посрамить и запятнать, и с привычным видом скуки уходил спокойно спать. Месяц и еще дней десять пролетели, как Мякина. Снова вышел посмеяться над Израилем детина. В этот день братишка младший старшим трем принес поесть. Слух сказал, ведь здесь не наша, а Творца задета честь. Царь схватился за надежду, но взглянул и понял, зря, мал и юн, Давид, для дела не сразит богатыря. Но Давид не растерялся и уговорил царя, хоть и молод был тот мальчик, белокурый и красивый, забивал порой медведя, даже имя не спросил. Бог небес давал мне силу, чтобы овечек выручать, и сегодня не позволю я народ его стращать. Снаряжение на тело и надели медный шлем, меч на поясе повесил и защиту для колен, но ходить не получилось. Не могу я, не привык, снял и двинул за камнями, где когда-то был родник. Штучек пятен выбрал в латких, сбоку в сумку положил и в руках с одной лишь пращей Голиафа поспешил. Тот презрительно хихикнул, для соперника изъян, то, что был он слишком молод, плюс красивый, да румян, что ты вышел просто с палкой, как собаку погонять. Именем богов, что знает, стал Давида проклинать. После этих церемоний все ж призвал парнишку в бои. Над его грозился телом, будет птица ж целый рой. Мальчик, слушая, не дрогнул, даже взгляда не отвел. На меня идешь с мечом ты, хочешь поразить копьем? Его боговоинств ты не знаешь и не чтишь. Спишет он тебя сегодня, в гадость в треском улетишь. В этот день опять узнают, не бросает он своих, не мечом с копьем спасает. Дух он свой дает и бдит. Исполин попер навстречу, а Давид ускорил шаг. У него в груди не сердце, а пылающий очах. Вынул лихо круглый камень, быстро вставил колыбель и врагу его отправил. Тот со свистом полетел, рассекая воздух шумно в направлении одном, резко вдруг остановился. Изменил весь дух кругом. Видят все. Титан застыл. Зашатался и упал. У соседей, что напротив, воевать настрой пропал. Пыль прошла, на поле парень на центральных рубежах, меч чужой и голиафа, голова в его руках. Пояснять здесь нет причины действия второй картины. Далеко на горизонте наблюдал врага он спины. Три прошло тысячелетия. Сцена мира изменилась, вновь в театре шоумен. Славных он людей стращает, не желает Бога знать. Но Давид коня оседлает. Голиафа наказать.